Ни бандеровцев, ни бендеровцев, одни террористы, мусульмане на смертельной трассе Дон. Почему не украинские каратели, а теперь уже мусульмане в Подмосковье, стали выгодны Кремлю? Давайте узнаем у Данила Русакова, он в Москве. Активно сдобренная государственной пропагандой почва желаемых сходов так и не дала. Как оказалось, зверствовали на трассе М4 Дон отнюдь не мифические бандеровцы. Нападающие на водителей маньяки оказались членами так называемой банды ГТА. Сообщается, что уже задержаны 8 мужчин и 6 женщин. Правда, ни МВД, ни следственный комитет деталей спецоперации пока не разглашают. Предполагаемых преступников нашли в Москве. Тема подмосковных маньяков была, пожалуй, одной из самых топовых за последние полгода. Неизвестные перекрывали дорогу железными шипами, а затем расстреливали водителей в упор. Назовут ли имена этих людей в ближайшее время? И при чем здесь вообще украинские каратели, на которых прямым текстом указывали депутаты Госдумы? Объявление обязаны предъявить в течение суток. Разглашать, не разглашать имена, это все как бы следователь сам решает. Некоторым кажется, если бы маньяки и вправду не появились, их непременно нужно было бы придумать, как отвлекающий маневр хотя бы. Отвлекать есть от чего. Курс рубля обновил новый исторический рекорд. Доллар теперь стоит почти 50, евро уже практически 60. Москвичи массово ринулись скупать валюту. В некоторых банках ее уже нет. Точнее, количество сильно ограничено. И разбирать деньги успевают лишь те, кто успел. Я считаю, что государство не предпринимает никаких мер. И сейчас я испытываю, наверное, то, что испытывали мои бабушки и дедушки, когда остались без сбережений. Мы работаем в торговле. Покупательская способность абсолютно снизилась. Абсолютно. А некоторые экономисты уже подсчитали возможный отток капитала в 2014. Он составляет около 120 миллиардов долларов. Вот вам и реальная страшилка с бандой ГТА, которая перекрывает реальность. Эти бандиты из бандерасов легко превратились в мусульманских террористов, выходцев из Средней Азии. И вполне вероятно, что гнев людей будет направлен именно на них. А попутно можно на один гектар западом сесть в войне против исламского государства. Буджев Ельцин сказал бы, наверное, вот такая загогулина получилась. Данил Русаков и Виталий Коваленко. Московское бюро. Телеканал Интерн. Русаков и Виталий Коваленко. Московское бюро. Телеканал Интерн.